Здравствуйте, я Виктор Артемьев, практикующий фермер, работаю по органическим технологиям. Я расскажу вам про проблемы, которые возникают при появлении в наших теплицах паутинного клеща. Вот посмотрите на симптомы. На листу появились светлые точки. Если внимательно через лупу посмотреть обратную сторону, мы увидим, там где эти точки расположены, мы увидим микроповреждения листовой поверхности. А через лупу увидим находящиеся там насекомых, так называемые, паутинных клещей. Если не принять срочно мер по борьбе с этим паутинным клещом, он распространяется по всему листу, точек появляется много, и обратная сторона, видно уже невооруженным глазом, темные места повреждения паутинным клещом обратной поверхности листа. Следующий этап, когда лист уже начинает гибнуть. Он становится зелено-бурым, весь исперчен, и в месте крепления черенка вы видите паутина, на котором находится множество маленьких бегающих, ползающих паутинных клещей. Ну и завершающий стадель, это гибель этого листа, он высыхает, и паутинные клещи, вот они видите, находятся на паутине, их видно, вон они. Они начинают или продолжают переползать по листу на другую поверхность. Не говоря про то, что проходя мимо, вы зацепим на одежду этого клеща, вы перенесете его на здоровое растение. Паутинный клещ зимует в земле в теплице, и весной, когда становится в теплице тепло, оно выползает и заползает на рассаду, которая есть. Но паутинный клещ не любит влажной земли, не любит влажного воздуха. Если у вас в теплице влажность нормального воздуха, вы периодически, раз в день, пулевизатором огурцы просто опрыскиваете водой, ну водяной пылью, то, соответственно, в этой среде паутинный клещ чувствует себя очень плохо и практически не развивается. Как только наступает период, когда у вас в теплице очень сухой воздух, потому что грунт высох из-за того, что грунтовую воду уже ушли, а полив делаете только под корни, у вас дорожки сухие, воздух в теплице днем пересушенный, паутинный клещ получает толчок к развитию. И становится виден невроженным взглядом сначала в таком виде на листочках, а потом все больше и больше. Не приняв меры, вы потеряете все. Оптимально в наших условиях применять препараты борьбы. Я применяю препарат под названием хитоверм. Это вещество, которое получено на основании переработки или аналогичное тем веществам, которые биопрепараты, микроорганизмы вырабатывают в качестве болезни и других токсинов для паутинного клеща. При этом хитоверм абсолютно безопасен для насекомых, как пчелы, для людей, для животных. Поэтому фактически опрыскав растения утром после сбора урожая, до следующего уборки никаких вредных или каких-то там отрицательных действий этот препарат не принесет человеку или кому-либо еще. Но это препарат не химический, он негновенного действия. Поэтому в течение суток двое паутинный клещ постепенно теряет свою активность и в результате умирает. Как я шучу, умирает от насморка, потому что не может почувствовать, где там находится еда. Вот, и с голода он в итоге умирает. Вот. Для профилактики. Почва и влага в теплице должна быть, в воздух должен быть повышенной влажности. Огурец любит опрыскивание водой по листу. Можно вместе с подкормкой, можно и так. Вот. Ну, а если клей все-таки завелся, ничего лучше фитоверма, я вам не посоветую. Можно применять, конечно, химические вещества, но здесь каждый должен решить сам. Существует множество разных наименований химических препаратов для борьбы или паутиным клещом, по секрету имеющих, в общем-то, одну и ту же самую химическую основу, только разные названия и добавки. Но это уже как решите вы сами. Мой совет. Первую обработку фитовермом сделать, как только вы обнаружите первые элементы. Существует такой агрономический термин, называется баковая смесь. В опрыскиватель вы закладываете по рекомендации продавца фитоверм, добавляете туда биопрепараты, такие как фитоспорин, триходерму. Можете добавить немножечко раствор биогумуса, вытяжку или вермичая, и этой баковой смесью обработать растение. Вы сделаете прекрасную подкормку по листу и поборете паутиного клеща. Через 3-4 дня, убедившись, что у вас паутиного клеща нет, можно сделать повторную профилактическую обработку. Если же вы вырастили вот такое стадо, как я вам показываю, кое-где у меня есть, то, разумеется, одной обработкой вы не обойдетесь. Надо будет обрабатывать примерно 2-3 раза, с паузой в 3-4 дня. Но, опять же, перед обработкой я собираю листы, сильно поврежденные паутинным клещом. Собираю, но оптимально их где-то сжечь, чтобы не перенести в летнее время этого вредителя на другой участок огорода. Вот видите? Вот они, точки, видно его. Если мы возьмем лупу, мы увидим насекомых. Учитывая, что данный лист у нас не является единственным, я его поближе к стеблю отрезаю и опускаю ведро. Вот зонтики, лист, который смотрит на небо. Я его срезаю, он поражен паутинным клещом, и выкидываю. Срезаю сильно зараженные, практически мертвые листы. После того, как я сделал обрезку сильно пораженных листов, я это все печь сожгу, а по листе обработаю фитовермом. Фитоверм – препарат, который работает при высокой температуре. То есть ему надо температура 26-30 градусов, чтобы было в теплице. Поэтому лучше опрыскать или рано утром, или к вечеру, когда теплица накопила тепло, сохраняет еще высокую температуру. И фитоверм, испаряясь по поверхности листа, правильно сработает на вредителях. Надеюсь, полученная вам информация поможет вам не допустить поражения ваших растений паутинным клещом или вовремя начать работу по борьбе с ним. Спасибо за внимание. До свидания.